ребята всем привет с вами калина и сегодняшний выпуск о чемпионате мира 2018 злотый тур в этом видео вы увидите мою поездку на сам этот турнир мое выступление борьбу с мистер банкой которую давно все ждут чтобы я поборолся с аланом макеевым и другими очень сильными спортсменами также вы увидите мое восстановление после того как я получил финале травму и стал серебряным призером чемпионата мира весовой категории 105 килограмм но в этом видео я не буду показывать как я получил травму я вам покажу как я боролся как проходили соревнования приятного просмотра просто обжираются все все на самом деле серого не попадает вес тупо ничего не жрет вот мой просто сила воли вот мы поднос флоток то что я могу съесть как это можно съесть все ухожу в фанту очень хочу золото покажи что хоть покажи круто проследка ну да да я влез в категорию сейчас нальюсь водой и буду есть арахсу пасту и кэфси и кэфси очень правда первом поединка мне попался спортсмен из казахстана илья ильин он является мастером спорта заслуженным мастером спорта заслуженным тренером и я решил с ним бороться верхом он тоже пошел борьбой верхом и мы разорвались нас связали но я уже прочувствовал что у него проваливается кисть и я понял что связки он уже никуда не денется я хорошенько под натянул на себя подключил широчайшую и первым стартанул у него провалилась кисть и я с легкостью у него выиграл это был легкий поединок второй поединок у меня состоялся со спортсменом с россии с евтушенко сергеем известным как мистер банков он еще хочет побороться со мной на правую руку я не знаю или он не успел включиться или я был настолько сильным я с легкостью смог открыть его кисть и выиграть в этом поединке следующим моим соперником был спортсмен с латвии он очень хороший верховик и я с ним стал бороться тоже верхом потому что это моя коронная борьба мне дали фальстарт за то что я не вовремя стартанул но я уже прочувствовал что можно идти ему через пальцы и мы с ним прошли обои верхом и разорвались нас связали в тот день я себя очень хорошо чувствовал в связке и уже прочувствовал свое преимущество что я смогу его натянуть наверх и выиграть и решил придерживаться этого плана дали старт и его кисть и моя провалилась но я смог его дотащить до подушки и тем самым выйти в полуфинал четвертый поединок у меня был за выход финал и был самый серьезный соперник это макеева лан спортсмен из россии он очень сильный опытный и очень хитрый спортсмен сейчас он вы видите как навязывает судьям чтобы они сделали судейский захват естественно они его делают нам выставляют судейский захват я первый стартую выбиваю чуть-чуть его кисть и уже чувствую что можно с ним бороться нас связывают и и здесь получается стартанул он первым но так получилось что мне дали фол я соглашаюсь с этим и мы сейчас будем перебариваться здесь он начинает провоцировать на то чтобы мне дали второй фол вот спровоцировал и ему дают фол за провокацию он хотел чтобы я сразу же проиграл даже судьям стало смешно но все нас выставляет сейчас начинаем бороться я также сам и использую борьбу верхом пробиваю его кисть моя кисть тоже проваливается но я сверху него и выше и стараюсь додавить точно такая же самая борьба как поединке в прошлом я его додавливаю и здесь я дергаю его руку я думаю вы увидели и он дергает меня это было не специально с моей стороны я в порывах так сказать радости дернул его руку он тоже парень горячий естественно тоже не стал ждать и тем самым я попадаю в финал как многие из вас знают финале я травмировался сломал руку до финала я и шел без поражений выиграл у человека который стал чемпионом предварительных поединках в финале у меня получилась такая очень серьезная травма но это только моя вина так как я очень много согнал веса перегонял за очень короткий период тем самым вывел всю воду с организма кальций все соли и так далее и сделал это этим ошибку а теперь смотрите те кадры которые никто не видел как же я проводил время в больнице как я восстанавливался и как дошел до первых соревнований что за шоколадка она была лимитирована короче порезовыми разрезовыми и прорезовыми делаем на терминаторе трение синий или черный непонятно вот пожалуйста армрестлер я думаю больше никто не захочет быть армрестлером на левую руку точно на левую руку наши нервы на левую руку за бандица без бандица а конечно лучше 6 мл 3-4 бос 8-4 стовет а область 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 Вот моя рука. Работа, сгибаем, разгибаем, потому что полностью уже шкаф затянулся, атрофировалось плечо сильно. Давай, пока. Восстановление серого. Отлично. Немножко ромчить. Корпус. Победа без галкоса. Она у него супер выносливее стала, но по поводу силы он потерял. Серёга, давай, давай, давай. Красава. Молодец. Есть. Красава. Молодец. Всё, 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 всё. Это его тема. Это его тема. Красава. Молодец. Молодец. Командир Левченко. Вышел в финал. Молодец. Молодец. Соперники были не слабые, ну, конечно, и не жегкие прудники, но было нормально. Вывод. Левая хорошо себя чувствует, просто еще не набрала силы. После получения травмы прошло уже 2,5 года. Моя рука восстановилась процентов на 95. На данный момент я не могу хорошо бороться и нагружаю очень сильных спортсменов. Я думаю, в течение года она покажет намного лучший результат, чем может сейчас. Вам я желаю никогда не сдаваться и восстанавливать все свои травмы и продолжать начатое. Всем пока. Подписываемся на канал и ставим лайки и тоже колокольчик. Это очень поможет продвижению моего канала. Всем пока.